Доброго времени суток, товарищи сополчане и гости нашего проекта! В данном видео вы узнаете о новых изменениях в проекте Чебурашка, а именно присоединение полка 86СР, нововведение в системе армейского корпуса, первый турнир и другие конкурсы. Согласно приказу номер 28.1 от 2 декабря 2023 года состав проекта Чебурашка был зачислен новый полк 86СР. Ура, товарищи! Данный полк находится полностью под нашим командованием. Планы на него – переформировать полк для обучения игроков. Согласно приказу номер 28.2 от 4 декабря 2023 года отдел кадров был переименован на армейский манер, теперь он называется строевой отдел. Его задачи и личный состав сохранены в прежнем виде. Также была утверждена новая форма рапорта наступления в состав проекта Чебурашка. Согласно приказу номер 30 от 18 декабря 2023 года была сформирована 1 и 2 дивизии из состава полков согласно плану. Первая дивизия – это 1 БТЧ, 2 БТЧ и 3 БТЧ. Вторая дивизия – это Atlantic Warrior и 86СР. Создана отдельная рота специального назначения «Ураган» на базе 2 БТЧ. Данное подразделение специализируется на проведении полковых боев и турнирных матчей. Расформирована учебная рота за ненадобностью. Весь личный состав, проходивший обучение в данном подразделении, после сдачи экзамена по уставу А.К, был зачислен в соответствующие структуры досрочно. Был вновь принят старый метод подачи заявок на повышение при помощи рапорта и экзамена по уставу А.К. Согласно приказу номер 31 от 19 декабря 2023 года, были ужесточены требования к приему в полк 1 БТЧ до 8 ранга авиации и наземной техники. Гвардейским ротам специального назначения «Буран» и «Вихрь» были присвоены звания в краснознаменных. Согласно приказу номер 33 от 29 декабря 2023 года, заполнение штатного листа подразделений возложено до командиров полков при содействии с командиром дивизии. Командиры полков обязаны назначать на должности наиболее отличившихся в хорошем качестве. Командиры полков обязаны проводить чистки раз в 9 дней. Командиры подразделений несут ответственность за РП отыгрыш своих подчиненных. Командиры батальонов, рот, взводов имеют право назначать подчиненных на сержантские должности. Командиры полков имеют право назначать подчиненных на офицерские и сержантские должности. В зону ответственности ОАКГ входит заполнение стен газеты. Командиры подразделений обязаны иметь свой позывной, например, Тула-1. Игроки, участвующие в полковых боях, обязаны докладывать согласно позывных, указанных в штатном листе корпуса. Командиры полков должны предоставить штатный лист полков до 1 января 2024 года. С 1 января 2024 года будет произведена амнистия выговоров участникам проекта. С 1 полка снимается звание гвардейского подразделения. Все участники полков обязаны проходить собеседование с командирами полков или командирами батальонов, куда их зачислили. Также была утверждена новая форма присяги. В проекте «Чебурашка» будет проведен первый турнир проекта. Турнир будет проведен 5 января 2024 года. Призовый фонд на команду составляет 24 тысячи российских рублей. Правило. Команда состоит из 8 человек. Боевой рейтинг не выше 4 и 3. Задача – уничтожить командирский танк или наземную технику противника. Можно использовать истребитель с 50-килограммовыми бомбами, не более 2 штук. Регистрация команд происходит на специальном канале до 31 декабря в 18.00 по МСК. Запреты. Мат, захват точек, стрельба из самолета, с курсового вооружения и общие запреты устава корпуса. Бой будет длиться до победы одной из команд. В случае, если будет уничтожена от техника обоих команд, расчет победы будет через очки команды. Командирский танк и участники турнира используют корпусный знак. Также был объявлен конкурс на интро для нашего ютуб-канала. Критерии для интро следующие. Оно должно отображать род нашей деятельности в игре. Его продолжительность не должна превышать 15 секунд. На технике должна быть видна корпусная эмблема. Награда за победу в конкурсе составляет 5000 рублей. Прием заявок для интро будет проводиться до конца января. Проверять интро будет наш командир корреспонденции. Товарищи, напоминаем, что администрация проекта и несет ответственности за открытие вами той или иной ссылки. Не открывайте ссылки в личных сообщениях от неизвестных вам пользователей. Спасибо вам за просмотр данного видеоролика. Пожалуйста, оцените в комментариях качество этого видео. Будем вам очень благодарны, если зайдете на наш дискорд канал или напишите комментарий.